Двенадцатая серия TransKey Wild Coast Приготовлена в Африке Привет! Сегодняшняя передача будет особенной Месяц в пути, позади более трех тысяч километров Джастин и Гард будут спокойно отдыхать Обычно так делала вся наша команда, пока они готовили Остальных мы разделили на две команды Нас ждет кулинарный конкурс Будет весело Я Дэнни, оператор У нас есть рис и хороший кусок курицы Как называется команда? Команда библиотекаря, капитан Джеймс, мама Мы об этом еще не думали Мы видели первую команду У них есть лидер, они организованы Посмотрим, что во второй Я подкрался к другой команде Команда Гринго, капитан Ндарен Папа Они хотят все то же, что и мы Думаю, на кухне будет жарко Когда мы пойдем, чтобы взять там все, что нужно Они пойдут за своим Рабы, ребята, беспокойтесь из другой команды Какой команды? Ребята, пока вы работаете над презентацией Вторая команда придумывает блюдо Так, теперь вы имеете представление о двух командах Как видите, одна из них очень организована Они все записывают, у них есть стратегия Топенат, вада-вада Ну и что? Что Джим говорит? Топонат Вторая команда немного рассеянная Там есть Даррен, Даррен Где ты? А, вот Притана улица, у них есть Даррен, который все организует Без него там был бы хаос Мы на генеральной репетиции Парик, грим Время 10.30 Это мексиканское блюдо Мы решили немного украсить стол Что значит надпись «Папа» на лбу? В команде меня должны воспринимать как папу И в доме мама готовит вторую команду Наверное, стоит зайти и пожелать удачи Она им нужна В удаче нет нужды Джеймс, мама, у вас все хорошо? Да, порядок? Тут темно и тихо На улице красиво, свежий воздух Ребята на задании, их цель отвлечь от еды Так что вы готовите? Это наш секрет Покажем им, Джон? Нет, нет Ладно Это тост Тост Увидимся позже Увидимся Увидимся, мексиканцы Про них можно забыть, да? Не волнуйся, они будут готовить для съемок Готовить для телешоу Уэс Сканки Да, итак, закуска Дэни, что готовим? Это топинат Там оливки, немного анчосов Главное блюдо Запеченная курица а-ля Уизли На гарнир рис с печеным чесноком И, думаю, этого хватит Сегодня мы приготовим мексиканское блюдо Там будет острый фарш, картофельные шкурки И немного пюре на гарнир Это будет сладкое пюре В мексиканском стиле О, пусто Кладем лук Мелко нарезанный По-моему, это сказочное место Как атмосфера внутри? Темно и мрачно? Да, по сравнению с тем, что здесь Мы запечем перец чили и чеснок Положим две штуки Не чешитесь после того, как поиграли с чили Этого хватит? Мы запекаем чеснок целиком А еще запекаем перец чили И подсушиваем хлеб для закусок Ваше здоровье! Команда папы уже, кажется, Средоточием неприятностей Время идет, а они развлекаются С другой стороны, команда мамы Действует слаженно и организованно Немного скучно, но самое главное – вкус Поживем, увидим Это для меня Я режу перец чили Приправа для мяса усилит аромат И улучшит вкус У нее очень аппетитный запах И у вас есть боевой клич? У второй команды есть название, тема и боевой клич А что у вас? Еда Еда Мы же не дети, здесь главное – еда Это не смешно Ты прав Четыре чили Нам нужна острота Сделаем блюдо, жгучим У нас на площадке появилась еще одна камера Сейчас мы зайдем на кухню и посмотрим, что там Приятно получить выходной Пол чашки? Да Оставим яичные белки Перемешай Перемешай вместе с кинзой Вы сняли? Чтобы ты знал Я сказал тем, что тут делают ризотто А этим, что они делают ежики Никто не знает, что происходит Положим сюда немного проваренные чечевицы Так у нас получится больше еды для команды Ребята проголодаются Джастин обязательно проголодается Да, в особенности после другой трапезы, которую вряд ли заметят Вот какое количество надо готовить на большую команду Здесь много Вот Сытно, питательно, без всякой ерунды, которую съешь и не заметишь Они думают, людям нужны закуски? Нет Им нужна сытная еда, после которой они займутся своим делом Итак, топпинат Кладем сюда анчоусы Черный перец Уэс, выжми лимонного сока Даррен нарезал томаты кубиками Гард сказал, немного томатов для вкуса Я прислушался к совету Добавим соевый соус Блюдо станет солонее Пусть немного покипит, пока чечевица не станет мягкой Приятно для разнообразия не готовить Единственный вопрос Какая команда добьется успеха? Мамины библиотекари или папины гринго? Примерно вот так Чтобы тут было больше Оставим немного, чтобы потом сделать пюре Оно пойдет на гарнир Похоже на тыквенные чипсы Гард! Я здесь О, черт Гард, можно тебя попросить? На кухне стоит емкость с маслом Ты не мог бы принести Спасибо Помогаешь другой команде? Простите, Уэс, может ты его подогреешь? Нет, оставлю холодным У вас есть послание для другой команды? Свежие продукты Хотите что-то жарить во фритюре? Здесь вам не рады Сейчас я натру грудки Массаж, массаж для курицы Время 12-15 До окончания конкурса 2 часа 45 минут У них пойдут мурашки по коже Мы готовим, сделаем что-то вроде пасты А потом натрем эту курицу Это мясо будет не таким влажным, как замаринованное Оно впитает ароматы и станет очень вкусным А что в этой пасте? Это секретная смесь трав Состав можно варьировать Берите, что нравится Мне нравится это Лимонный сок Джастин, что ты сегодня делал? Я покатался на квадроцикле Втираем приправы в курицу После того, как мы ее запечем, это будет... Кажется, у вас будет разнообразная трапеза Ну да Мы серьезно относимся к курицу И это видно Когда у тебя что-то не получается, ты все время пытаешься отвлечь от этого внимания Ребята из другой команды так и делают Хорошо сказано Это команда Африки Добавим немного белого перца для остроты Там уже есть чили, но белый перец – отличная приправа Это будет печеный перец Поставим в духовку примерно на час Это не конкурс Просто приготовим для Джастина отличную еду Я хочу победить Смотри, как я режу картофель По-моему, просто бесподобно Стоп Как повезло моим друзьям, что чаще всего готовлю я Кто хочет попробовать? Иди, иди Это очень вкусно Джим, отлично Дэнни топинад, вкусно Нет, я шучу Это очень вкусно Скоро можно будет размять Достанем палочки корицы и добавим сливочного масла для вкуса Где ты взял этот хлеб? Нельзя таскать хлеб из дома Там же другая команда, надеюсь, ты его сейчас уберешь Сейчас мы это растолчим Ребята, это вкусно Кажется, ты удивлен Это еще почему? Лить все? Хорошо, да? Ребята, должен сказать, я пробовал в доме закуски, они очень хороши Тапинады, деликатесы Они говорят, что это не просто универсальные блюда А Но наша кухня здесь И вкус соответствующий Повтори еще раз А сейчас мы приготовим рис Не будем тратить времени Тогда нам не придется ждать курицу, а потом что-то еще Время 13.00 Вот что у нас получилось Наше блюдо уже готово При этом в запасе два часа На протяжении этого времени мы будем следить за едой Добавлять особые специи и секретные компоненты В течение двух часов Положи соль Ингредиент номер один Вкус будет изумительный У нас на это целых два часа Это так классно, я в восторге Это уже очень вкусно Пусть готовится еще полчаса Превосходно Всего не слишком много, а в конце пикантная нотка Напряжение из-за транскейкского конкурса растет И атмосфера на кухне накаляется Джеймс старается поддержать съемочную группу Надо ли ему волноваться? Не думаю Ибо снаружи Это мой Старая добрая стопка Я ее люблю Похоже, у Гринга дела пошли под гору Это оставляет мало надежд на победу в кулинарном транскейкском конкурсе Судя по всему, их дела идут все хуже и хуже Будем надеяться, что события в доме и на улице Не являются индикатором того, какой меня ждет ланч Думаю, мой выходной связан с некоторым риском Я не участвую в процессе приготовления Нас может ждать сюрприз Я так стараюсь Это я тебе, будь бдителен Рис массировать не надо Возможно, это не самый лучший метод Можно порезаться Нет, придется Так его моют Это мексиканская команда Мексиканская команда, да? Это мексиканская команда Это мексиканская Оле! Кажется, тыква не мексиканский плод А чеснок мексиканский Тыква Как думаете, они растут в Мексике? Там так сухо Кажется, этот котел не был вымот Так что тут Маленькие частички с котла Думаю, это остатки прошлогодней еды Так еще пикантнее Это моему брату Что там? Это еда в твой особенный день Что это такое? Не домашнее блюдо Не девчачье Звучит жутковато Ты его отравил? Нет, это домашнее блюдо Брат, это очень вкусно Это чертовски вкусно Очень вкусно, да? Чертовски вкусно Не очень, а чертовски вкусно Отлично, брат Анчоусы? Анчоусы и фета Спасибо Нет, нет, брат Это все тебе Еда библиотекарей Да Попробуй нашу еду Уэс, а можно мне немного? Да, он конкурент Он убегает Он напуган Дай мне, Уэс Что? Мой вердикт таков Ребята, вам придется постараться Время 13.45 У них классное основное блюдо Вкусное, сытное Ничего, это мое мнение Я не боюсь Ты его пробовал? Здорово Чье блюдо? Их? Я пробовал Ну и как? Хорошая еда на команду Или что-то изысканное, вкусное Это интересно Не могу ждать Я вижу Пробуй Ни овощей, ничего Приятель, ты еще остального не пробовал? Это совсем чуть-чуть, на пробу Вы жарите чипсы во фритюре? Интересно, что скажут официальные судьи? Как тут дела с маслом? Да все хорошо Было приятно, что один человек пришел сюда с нами пообщаться Это посвящается саванне? Я чувствую Думаю, одно несомненно Команда, которая готовит на улице блюда из фарша, тыквы и прочего Совершенно безумная, буйная команда Ребята на кухне более сдержанные, спокойные и правильные С закусками и прочим Это точно наша команда? Так и есть Наша команда Бо, мой брат Он должен был быть в нашей команде Без него как-то не так Помолчим пять секунд в памяти о нем Бо, мы тебя любим Мы тебя любим, Бо Уличная команда Столкновение капитанов команд Ребят, как дела? Это библиотека? Нет, мы закончили и просто ждем А где же веселье? Вы забрали весь алкоголь и не поделились Вот это да Сейчас начнет Вы меня провели, это впечатляет Молодцы, ребята, молодцы У вас есть кухня Молодцы У вас есть кухня, черт возьми У вас как в библиотеке, так тихо Здесь собрались тихие, организованные перфекционисты Да, снаружи все по-другому Знаю С такими блюдами нельзя дурачиться Ну ладно Воссоединение мамы и папы Пойду подурачусь на улице Дурачься на улице Класс, надеюсь, еда вам понравится Пойду посмотрю, что происходит на той стороне А потом стащу у них граппо Твоё здоровье За хороших конкурентов Уэс Класс Уэс, пора Возвращайся в дом Сейчас час дня, еще рано Время 14.10 Нам сказали, что все должно быть готово к трем Нарежем этот чеснок Это займет около двух часов Мы это растянем Начинаю А знаешь что, Дэнни? Покажи вот это У нас нет ступки и пестика Как у ребят внутри Но Гаррет принес с пляжа камень Мы используем дары природы Да, толченый чеснок Сначала положим это Добавим сюда немного кинзы для аромата Нарвем ее вот так У нас нет конкурентов Мистер Брэд нарезал нам много чеснока Смешаем его с маслом А потом выложим это на чипсы Возможная идея добавить чуть-чуть Граппо Совсем чуть-чуть? Для аромата Винный камень Это вещь Самая острая вещь в мире Готово Посмотрите на цвет Мы хотим, чтобы это пюре стало более густым Позднее мы сделаем из него кое-что забавное Это будет нечто креативное Приближается момент истины Джастинус! Что это? Мы делаем... Тебе что, надо еще муки? Джастин! Ты же хочешь, верно? Ни за что Что в этом котле? Похоже на собачий завтрак Вкус другой, хотя... Выскажу свое мнение пуща Как тебе вкус фарша? Островато Думаю, они взяли мой мазамбикский дьявольский соус И много положили Это не было намеренной диверсией Мы всего лишь хотели приготовить свои чипсы и тыкву Но оказавшись здесь, возможно, мы сделали то, чего не следовало Мы вскипятили тут масло Как видите, оно уже очень горячее Приятель, в кастрюлю Прости, я думал, мы на улице Да Когда вы готовите чипсы, надо, чтобы масло было очень горячим Ты пытаешься нас учить? Ты кидаешь много чипсов за раз И по этой причине горячее масло остывает Боже Они холодные? Брэд, я не знаю, как делать чипсы Мы их никогда не делали Не делали Парень Даррен Привет, детки, как дела с ланчем? Будет очень вкусно в отличие от чипсов Вкусно В барбекю нет ничего плохого Брай, это хорошо, я люблю Брай, не меньше вас Доказательства в пудинге Вы приготовили пудинг? Нет, у нас нет пудинга Ты шутишь? Доказательства фарша Мы готовили десерт Я подозревал, что эта фраза ни к чему не приведет Так оно и вышло Но мы попробуем блюдо и посмотрим Пап, что случилось, когда вы жарили чипсы на плите? Думаю, вторая команда слишком сильно убавила газ, температура понизилась Доведем масло до кипения здесь Для чипсов оно должно быть очень горячим Пока это не так Посмотри, печеный чеснок красивый и мягкий Чувствуешь запах? Печеный чеснок сюда Кинзы для цвета Перемешиваем Перемешиваем Половина третьего Осталось 30 минут Мы в ужасном напряжении Мы ничего не делали в течение двух часов Мы пойдем переоденемся во что-то подобающее Мы же официальные судьи Я на старте и во внимании Надеюсь, обойдется без марша Фарша На гарнир я приготовлю простой салат из моркови Орехи, кешью, дробленые, крупные Добавим кунжутного масла, чтобы увлажнить И все, просто Отлично Здесь становится жарко, почти готово Почти готово Пять минут Пять минут Что за шоу? Осталось пять минут Подготовьтесь Пять минут? Думаю, мы успеем Пятнадцать минут Три часа Ты перевел часы? Есть Вот так Я готов Мистер судья Садись рядом со мной А где выбор алкоголя к закускам? Нас это слегка разочаровало Три из пяти Без вина солоновато Но у них есть закуски Думаю, закуска среднего качества лучше, чем ее отсутствие Возьмем еще? Да, я тоже возьму еще Большое спасибо Вы так стремительны Я не успел стряхнуть крошки от закуски, как передо мной оказалось основное блюдо Ресторанное качество Три часа Да, есть три часа Хотите есть в три? Я был рад сесть за стол в три А в одну минуту четвертого передо мной после закуски поставили главное блюдо Это тяжеловато У меня даже не было возможности глотнуть пиво Курица отлично приготовлена Ароматная Меня сбили с толку различные вкусы Только порция для дегустации Мы должны быть справедливы к обеим командам Будем пробовать все понемногу Да, конечно Понимаете, думаю, этого будет достаточно Джастин, мы тебя любим Петрушка Мозамбикский соус Честно говоря, это аппетитно Три часа Три часа Очевидно, уже три часа Уже четверть четвертого Четверть четвертого Африканское время? Все спрятано под сыром Выглядит подозрительно Отставлю это в сторону ненадолго Хорошо Вы принесли к этому напитки? Доминирует мозамбикский дьявольский соус Сконцентрируйтесь Это вкусно Да Смешаны фарш и пюре из тыквы Это тяжелое состязание Молодцы Оба блюда просто замечательны За исключением этого Что это? У них самый шокирующий вкус Из всего, что я пробовал Хуже моей соленой курицы Ребята, может вы сейчас выйдете Чтобы мы могли минутку Да, нужно время на решение Мне кажется, есть лишь один бесспорный итог Если бы мы с тобой сказали, что тут нет победителя И заставили готовить заново Да, наверное, так и нужно сделать Так нам опять не придется готовить Пригласите сюда команды После длительных размышлений Мы пришли к выводу Что окончательное решение Может быть вынесено Только после дегустации десерта Нельзя Это... Что мне делать? Это единственный выход? Это ничья? Да, это ничья Спасибо, ребята Это было вкусно Мои друзья приготовили нам с Гартом ланч Парни поймали рыбу И решили закончить кулинарный конкурс в ничью По-моему, вполне справедливо То, что мы с Гартом приготовили на всех десерт Кстати, это значит, я победил Это так смешно Яйцо у тебя во рту А голова того же цвета и формы Я наловлю себе рыбы Итак, на десерт мы приготовим блинчики Я делал их миллион раз Все знают, как их готовить Наши с изюминкой Итак, в первую очередь мы приготовим тесто Не знаю, сколько надо яиц и муки Всегда делаю на глазок Это первое, что научила меня готовить бабушка Мне тогда было 7 лет Вообще-то у меня до сих пор есть Та сковорода, в которой я готовил 7 лет Это займет некоторое время Думаю, я добавлю сюда Амарула-крим Будет здорово Для меня они все равно, что молоко Вот лучший способ Так вы сможете без блендера Приготовить красивое однородное тесто Добавляйте молоко понемногу Как видите, у него замечательная консистенция А сейчас мы просолим сковороду Это старинный способ, как сделать сковороду антипригарной Сначала разогреваем Всю поверхность сковороды надо покрыть солью Жарим, пока эта соль не станет коричневой Все высыпаем Видите, соль стала коричневой Готовить с ней нельзя Кладем масло и тут же протираем Можно жарить Это мой самый любимый звук Что мы делаем дальше? Когда блинчики поджарятся до золотистого цвета Посыпем их шоколадом и свернем А потом запечем в духовке самарула-крим Наконец слегка посыпем шоколадом Добавим амарулы И запечем в течение 10 минут Только у нас есть эта кофеварка Спасибо И соус Спасибо, Джастин Ведущий, сорежиссер и автор идей Джастин Банелло Как не жалко нам покидать Транскейна Мы все же собираемся домой Вы же знаете поговорку Дом – там, где твое сердце Большое спасибо всем Надеюсь, десерт понравился Фильм переведен и озвучен На производственной базе ТПО Red Media К слову сказать, я облизала противень Я же говорю вам, это сущие дети Я говорил вам Я говорю вам Я говорю вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!